Архиепископ Украинской Православной Реформаторской Церкви Сергей Журавлев Пожалуйста, мы рады, что вы сегодня у нас. Бог да благослови. Ваш микрофон, могла оставить еще один. Вдруг, вдруг, дьяволу не понравится, вы знаете, что ему не нравится. Бывают технические такие, да? Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу нашему! Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам это замечательное время, давший нам собраться вместе, собирающий, как отец своих детей, под кровом своим, как птица своих птенцов, под крыльями своими, когда собираешь нас, отец своих детей. Благослови народ свой миром, благослови Господь всех нас по богатой своей милости. Боже, и пусть действительно Твоя воля святая исполняется в наших судьбах, в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа говори к нам сегодня наш драгоценный учитель, наш возлюбленный наставник. Потому что действительно без Тебя мы ничего не сможем сделать доброго, хорошего, достойного. Боже, но с Тобою и в Тебе мы сможем сделать все. Благослови Господь сегодня. И пусть сегодня воссияют, Боже, истина евангельская. Воссияют Твои имена, которые я хочу провозгласить в этом собрании святом. Воскресение и жизнь. Боже, пусть эти имена Твои воссияют, Господь. В наших судьбах Ты есть воскресение, и Ты есть наша жизнь. Слава Тебе и хвала. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты Господа, и Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое. Да, слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные. Да, присаживайтесь. Спасибо. Братья, сестры, приветствую всех вас. Во имя Господне. И я рад, что мы живем в обеих интернета. Да, и хотя в поездках бывает так далеко друг от друга, да, но даже, например, вот только мы, хоть даже за океаном, да. Но с помощью интернета мы можем быть вместе в одном служении. И сейчас, вот пользуясь случаем, передам привет как раз от своих, всех домашних, от моей супруги, и от наших детишек, вовторых, шестерых детей. Слава Богу. От наших внуков, вот, внук уже постарший, ему уже четвертый год, значит, там, а, значит, а вот внучка только родилась. Алилуйя. Да. Ночи вся маленькая. Вот как раз приехал в Киев, и она родилась. Вот. И благодаря Богу за это, за все, за все. И, друзья, я первый раз в собрании здесь, вот, вот, и этот рыбальский, я время как бы приезжал на машине, никогда здесь еще не было, вот, именно чтобы приехать, послужить в этом ДК, вот. Но, знаете ли, я очень уважаю вашего мастера, и люблю очень, мы давно не виделись, правда, уже давно очень. Но, знаете ли, бывает так, что, хотя даже давно не видишься с человеком, да, но он в сердце, в твоем сердце. И я очень Богу благодарен за эту возможность сегодня быть здесь, делиться словом и благоставлять вас. И мое слово сегодня для вас, друзья, мое слово сегодня для всех собравшихся, это два великих имени Господа. Его имена, воскресение и жизнь. Есть в Библии много имен, в Библии много имен Господа. Бог раскрывает себя в своих именах, в своих титулах, в своих, знаете ли, таких самоназваниях. И каждое из них, оно особенно дорого, бывает, особенно дорого верующему человеку. Я хочу поделиться теми именами, которые записаны у Иоанна. В Евангелии от Иоанна 11.25. 11 глава Иоанна, она такая очень знаменательная, это кульминационный такой момент служения земному Иисуса. Это воскресение, воскрешение Лазаря, да, воскрешение праведного Лазаря, того самого Лазаря, с кем был знаком Иисус хорошо, что другом являлся его Марфа, Мария, его сестры, в этом доме любил бывать Иисус. И Лазарец заболел, и он умер. Иисус воскресил его. Вот, если вы... Ну, в Библии говорится, что Иисус воскрешал и до того людей, то есть это не было первым таким воскрешением в служении Иисуса, да, но в чем уникально это воскрешение, что Иисус сделал это в четвертый день. Уже были похороны, уже после похорон, уже был четвертый день после смерти. Уже были признаки разложения, да, уже смерть тела, тело. И вот в этом была, конечно, уникальность воскрешения, да и во многом другом, потому что во времена Иисуса, да и сейчас тоже в еврейской традиции верят, что лишь в первых три днях возможно было воскрешение из мертвых. Лишь в первых три днях, даже в еврейской традиции и древней, и современной, в разных направлениях иудаизма, тогдашнего, сейчасшнего, вера есть в то, что лишь в первых три дня возможны для воскрешения человека. А затем, говорится обычно так, в Израиле есть город такой, Хеврон, да, Хевер, по-еврейски, значит, связываю, связываю. И в древности и сейчас считалось, что именно там, в то место, откуда души не спускаются на землю и поднимаются после окончания земного бытия, где бы ты ни умирал, но там, в Хевроне, это как бы пуповина они называют такая духовная. Вот, и считается, что души многих праведных людей, они сразу поднимаются в небеса, некоторых могут еще, там, три дня максимально, максимальный срок отведенной душе быть здесь, где-то на земле. Но во всех направлениях иудаизма и тогдашнего, и сейчасшнего, вера есть в то, что после третьего дня все, уже невозможно воскрешение. Лишь в последний день возможно воскрешение. В последний час воскрешение мертвых, когда всех будет, уже пред судом Бога, перед судом Бога. И когда Иисус, обращали внимание, Он, как бы, вроде спешит, но не торопясь. Он приходит позже. Он приходит уже в четвертый день. Если бы, понимаете ли, если бы пришел бы чуть пораньше, и воскресил бы друга своего в первых три дня, то Он дал бы основание всем людям, религиозным, набожным, сказать то, что Никодим говорил. Помните, в третьей главе Иоанна записано, что мы знаем, говорит, он не просто за себя расписался, но и за других религиозных, набожных людей. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. И действительно, это так. Но, понимаете ли, Иисус пришел в четвертый день. И, знаете ли, и у Марфы, и у Марии, у этих сестер, брата, они, у них оставалась последняя только вера в то, что в последний день воскреснет, в воскрешении правильных, воскреснет Лазарь и их брат. Все. Но Иисус просто-таки, знаете, ошарашил. Он просто действительно, ну, все карты религиозные спутал. Всю теологию, выстроенную еврейскую, древнюю библейскую теологию, просто все расстроил. Он сказал, я есть им воскресение и жизнь. Верующий на меня, если и умрет, а живет. Я думаю, у Марфы там внутри все оборвалось, все дрогнуло. Я думаю, что не только сами слова эти, конечно, они произвели действие, но и сам дух. Знаете ли, слова можно по-разному сказать. Вот. Чем они наполнены. Но когда он сказал, я есть им. Знаете ли, это древнее выражение, которое обычно мы читаем в словах всемогущего Бога. Я есть им. Потом он говорит, воскресение. Потом говорит, жизнь. И не только он этими словами, конечно, произвел действие. Марфа, Мария, потом, конечно, они были просто и удивлены, и тронуты этими словами. А затем было действие само. Случилось невероятное. Потому что вслед за Марией пришли люди, ведь другие. Думали, она пришла просто поплакать на кладбище. Но Иисус, Он сказал, отвалите камень. Откройте гроб. Эти пещеры, в которых хоронили тогда. И знаете, Ему сказали, но уже смердит, уже запах. Уже поздно даже прощаться с тем. Но Иисус настоял. Открыли гроб. И здесь прозвучало слово. Потрясающее слово. Иисус обратился к Лазарю. И Он приказал просто Ему выйти. И вышел умерший. Он воскрес. Лазарь воскрес. И, конечно, знаете ли, в Библии говорится потом, что это стало последней каплей, которая переполнила вот это воскрешение Лазаря. Последней каплей, которая переполнила чашу уже терпения. Религиозно-мафиозно-коррупированную структуру тогдашнего иудаизма, аступнического уже. И религиозные вожди народа Божьего решили убить Иисуса именно после этого воскрешения. До того они еще терпели Его, Его все выходки, как им казалось, Его нарушение субботнего дня, хотя Иисус не нарушал святость субботы, Он в заповеди не нарушал Божьи, Он не был грешником. Он лишь нарушал человеческие предписания, показывая, что человеческое это человеческое, а Божье это Божье. Как говорится, зерна отплевел. Ему, людям религиозным казалось, Иисус, ну будем так говорить, выскочка, знаете ли, ну да, самородок, уникум, как власть имеющий проповедует, но, знаете ли, система, любая религиозная система, она жестокая. Любая система религиозная, больше или меньше, но она жестокая. Она строится не на человеколюбие, она строится на, как раз, вот, зависти, злости, мамония, похотячей гордости житейской. И Иисус, Он в своей земной жизни, да, Он был больше окружен, редко был окружен религиозными такими людьми, религиозными вождями. Он противопоставлялся бы часто системе религиозной, он, ну, так, как сейчас говорят, ломал систему. Он не вписывался в рамки системы религиозной. Ну, а здесь воскрешение Лазаря, это было последней каплей. Кстати, религиозные эти вожди, они решили после этого убить не только Иисуса, но и Лазаря тоже решили убить, там написано Библия. Они решили свидетелей тоже убрать, потому что Лазарь, он не молчал. Воскреснув, он не молчал. Да и даже если бы он помолчал, даже если бы он не говорил бы ничего, ничегошеньки. Ради него самого люди приходили, щупали, трогали, видели рассказы людей, кому рот закроешь. Даже если Лазарю закроешь рот, то так люди же говорят. И люди приходили и ради Лазаря веровали в Иисуса. Но уже вера в Иисуса была несколько иная, нежели прежде. Если прежде они могли веровать в Него как в пророка, как в учителя, такого самородка от Бога, знаете ли, неспосланного Израилю, то после Лазаря, воскрешения Лазаря, они уже верующие могли веровать в Него как в Того, кто действительно является вот этим библейским пророчеством, исполнением библейского пророчества. Эммануэль, Эммануил, с нами Бог. С нами Бог. Слово, ставшее плотью и обитавшее с нами полной благодати и истины, которую люди могли смотреть, видеть, пощупать, потрогать, оценить. Это было, конечно, настоящей революцией в сознании, настоящей реформацией сознания. Друзья, пришел к своим, Иисус, свои не приняли. Но тем, которые приняли, Он дал власть быть чадами Божьими, которые родились уже не просто от своих мам и пап, а родились от Бога новым духовным возрождением. И это самое великое, друзья, самое великое, что есть во Вселенной. Спасибо, Господь, за Слово Твое. Спасибо. Благодарю Тебя за моих братьев и сестер. Благодарю Тебя за то, что Ты есть действительно в воскресении и жизни. Благодарю Тебя за и воскрешение Лазаря, за многие чудеса, что Ты совершил Господь тогда, убеждая народ и убеждая всех сегодня людей, что Ты подлинно есть Спаситель мира Христос. Благодарю Тебя, Боже мой. Благодарю Тебя за победу Твою. Благодарю Тебя и славлю Тебя. Пред именем Твоим всякое колено склонится небесных, земных и преисподних. Хочешь, не хочешь. По доброй воле или не по доброй. Но доброхорно дающего Ты любишь Господь. Благодарю Тебя, что вместе со многими небожителями, Господь Божий, мы, человеки, также склоняемся пред Тобою, Божием. Признавая, Господь Божий, Твое господство, Царство Твое непоколебимое. Спасибо Тебя. Аминь. Братья и сестры, и действительно, я живу вот этим откровением. Я делюсь часто словом на разные темы, но последних 16 лет это мое самое главное откровение, которым я сам живу. Поэтому даже когда, вот, Инадаша написала тоже, какая будет тема, да, проповеди, я однозначно, воскресение и жизнь. Я могу делиться другим словом тоже, но хочу поделиться именно этим, чем живу. Поделиться тем, чем живу, что есть ревлей является моей. Потому что много слов есть сразу сказанных Господом, да. Мы им живем, этими словами мы вдохновляемся, перечитываем их с удовольствием огромным, наслаждаемся, укрепляемся, вдохновляемся, да, но есть слова, которые становятся нашей ревлей, становятся тем откровением, которым мы живем с вами. И вот для меня с 2003 года вот именно это слово является самым и самым важным. Им я живу, этим словом, и движусь, и существую в последних этих 16 лет. Хочу поделиться тоже тем, как я получил это откровение, тем, как я, в общем-то, стал жить этим словом с 2003 года. Весна как раз, да, вот на днях скоро исполняется уже, получается, да, ровно 16 лет со дня вот того откровения от Бога. Ну и, а перед тем представлюсь, наверное, да, тоже, кто знает, не знает меня. Я являюсь священнослужителем православным, церковнослужителем и священнослужителем уже больше 30 лет без услужения православного священнослужителя. Первые годы, почти 10 лет первых, я внес служение как традиционный православный священнослужитель. До 96-го года был священником русской православной церкви, Московского патриархата, самой традиционной обычной церкви. Служил с 87-го года, начал самый трудовой стаж, ну, с начала 88-го. Де-факто я с 87-го, а до юра, получается, да, с начала 88-го года, в служении в России это было, ну, еще в последние годы Советского Союза были, да, но я служил в России, в Орловской, Брянской эпохе тогдашней, потом в Московской, потом в Брязанской, потом в Брянской. То есть это все центральная европейская Россия. В Украину я приехал позже гораздо уже, в 97-м году. И Украина стала моей второй родиной уже, где как реформатор я состоялся. Вот, поэтому для меня, говорю, у меня две таких земных родины моих. В России я родился, вырос и жил до 97-го года. Не представлял себе, что куда-то уеду вообще из страны. Но в 97-м год уехал. Правда, опять-таки уехал, я думал, уеду там на пару недель, может, на месяц максимально сюда, в Украину, но задержался надолго. У нас из наших шестерых детей трое родились в Украине уже. Да, слава Богу. Слава Богу. Да, и благодарен Богу за все, за все. Вот, а сам я художник по своей специальности. До 88-го года моим рабочим местом была мастерская художественная. Заканчивал школу художественную, потом училище художественное. Извиняюсь. Вот, и... Да, здесь есть, спасибо. И, будучи художником, вот, я приобщался к церкви, приобщался к православию, вот. А уже, вот, с 87-го года стал читать, петь на клиросе. Вот, я не певец, но мне очень понравилось пение, церковное чтение. Вот, и уже входил в храм не только как художник, только там что-то там рисовал, писал. Ну, так, при души, знаете ли, помогал священнику. А стал помогать уже и как певчий. Как певчий, как певец. Читал, пел на клиросе. Мне очень понравилось все это очень. Вот, и... А уже в начале 88-го года священник, куда я ходил в храм, там, в село Лепешкино. Это город Орел, село Лепешкино называется. Никольский храм, старенький священник был. Вот, он сам в Западной Белоруссии. Он такой очень интересный священник. Вот, у него пятеро сыновей, все священники уже тогда уже они были тоже, священниками служили. Вот, и он меня так полюбил тоже, как сына, так вот, и путевку в жизнь дал, знаете ли, в церковное служение. Именно как раз вот этот человек. Вот, и он меня, назвал меня Серожей, назвал меня Серожей. Как в Белоруссии говорят, Серожей. Вот, и он предложил мне уже на полное служение. Что вот, не просто там раз, два раза в неделю, а чтобы уж каждый день был в храме, на служении. Вот, и я согласился. Потому что я себя уже не мыслил без этого, абсолютно не видел себя без этого. Если раньше я хотел в живописи, именно в пейзаже, в живописи являть Христа, являть Бога, то после этого я, вот, с начала 88-го я принял решение, что буду вот именно в служении таком, говорить о Боге. Вот. А знакомство с Богом у меня произошло в раннем возрасте, тоже краткое такое свидетельство. В раннем возрасте, да, встреча была с Богом в 12,5 лет. Была встреча с Ним незабываемая. Ну, у каждого своя встреча, у каждого она бывает какая-то по-особенному памятная. Но для каждого верующего первая встреча с Богом, она незабываема. Она уникальна. Вот, и даже проходят годы, но мы помним, вот, прошло почти 40 лет, значит, но после той первой встречи с Ним, но я очень Богу благодарен за эту встречу. Значит, я вырос в семье атеистической, такой глубоко атеистической семье. Никакой традиции религиозной мы не знали. Ну, может, даже, скорее, как культурной традиции была больше, не религиозной у нас. По матери татарин я, большая мусульманская семья у меня, и моя родня в основном мусульмане. Значит, мои родственники все, вот, по отцу еврей, по матери татарин, вырос русским атеистом. Просто, как бы, с первого класса я принял решение, что я русский, все. Потому что надоело мне, что моя еврейская семья считает меня татарчонком, вот, значит, а моя татарская семья, значит, еврейчиком, жиденком, значит, потому что там по отцам родство, а здесь по матери, как бы. И в первом классе я понял, кто я, я русский, все. И, да, сейчас забавно, но тогда было, как бы, так для меня тоже, революционно было для меня. Вот, и, в общем-то, да, а дедушка мой, Галли Ахмед, его звали Бабай мой, в Украине Бабай, не пугай вообще. Бабаи, Бабаи, да, но здесь вот для меня это Бабай, это хорошее слово, переводится как дедушка. Дедушка, да, дедушка. Вот мой Бабай, его звали Галли Ахмед или Али Ахмед, он у нас, ну, по-русски почти ничего не знал, одно слово только хорошо знал по-русски, без акцента говорил, собака. И его получалось, при этом, очень так смачно, знаете, муху там бил, собака, при этом, без акцента, четко прямо получалось. А так, с ним можно по-татарски говорить, он такой классический татарин, он такой, он у нас обрезал очень ловко всех мальчиков татарских, еврейских, ему приносили всех на обрезание. В округе никого больше не было, кто бы брался бы за обрезание. Вот, мой дедушка очень ловко обрезал так, что, как бы, заслужил авторитет такой. Вот, бабушка моя, ее звали Миньбану, она из, кстати, украинские корни есть у нее. Она с Крыма, татарка, да, татарка, но ее корни оттуда, с Крыма. Вот, дедушка мой классический, казанский татарин, значит, а бабушка, получается, крымская татарка. Хотя она считалась казанской тоже, но корнями оттуда была. И еврейская моя семья вообще потеряла всякое вообще еврейство свое. Это были атеисты, бабушка, дедушка, ветераны ЧК, НКВД, и революционные были такие довольно мои родственники по отцу. Вот, как бы, и далекие от религии. Вот, а татарская моя семья, сейчас многие стали, конечно, такими активными мусульманами, а тогда, в то время, это были, ну, обычно советские мусульмане. То есть, как бы, ну, Курбан ели, конечно, мясо ели, да. Кто же мясо откажется? Значит, вот, значит, Сабандуи праздновали, да, значит. Ну, в принципе, как бы, ничего такого религиозного у нас не было. Даже обрезание, это было больше, дедушка мой смотрел, как на часть просто культуры. А просто, вот, русских принято не обрезаться, а у нас принято обрезаться, и все, как бы. Ну, ладно, вот такая история. То есть, о Боге я не знал никакой информации. Абсолютно никакой. Ни мусульманской, ни еврейской, ни тем более христианской, никакой не знал. Абсолютной информации. Но в 12,5 лет познакомился с ним лично, пережил с ним встречу. Это произошло в экстремальных условиях совершенно. Абсолютно экстремальных. Да, я заболел. Двусторонняя пневмония была, воспаление легких. И врачи не смогли спасти. Было поздно уже, когда определили пневмонию. И оба легких оттекли, и констатировали смерть мою. То есть, я умер от воспаления легких. В 12,5 лет. Вот, как бы, моя жизнь, первая часть моей жизни, она закончилась довольно так вот, прозаично. Очень просто, буднично. Болезнь, смерть, и все. Мама, папа плакали. Вот, врач пытался успокоить, что у вас есть еще один сын ваш, ну, мой младший брат. И, в общем-то, ну, это слабое было, конечно, успокоение. Вот. И вот я воскрес, значит, врачи не могли это объяснить, но попытались как-то объяснить, там, потом мама рассказывала, спустя годы, что попытались объяснить, как вот, ну, видимо, редко такое бывает, незредка возвращение. Попрощались со мной, а здесь, как бы, я вернулся вдруг. Слово мне не разрезали. Вот, значит, я вернулся. Вот, и плюс еще был исцелен, значит, оба легких моих отекши, они были без отеков, без следов этого. То есть, был еще и воскрес, и плюс еще был исцелен. Вот. А вот короткий промежуток времени, вот это, какие-то минуты моей смерти, от момента смерти, когда меня выдавило из моего тела, и до момента захода в тело, здесь на земле прошли какие-то минуты. Там это было очень достаточно много времени, вот, я был перед Богом, я знаю, что такое выходить из тела, как-то больно, как-то обидно, в 12,5 лет умирать, вот, зная, что все, теперь жизнь закончилась, и, но я думал, что все, я сейчас перестану существовать, исчезну, растворюсь, перестану существовать вообще, потому что меня выдавливало из моего тела, и последние секунды я сообразил, что это смерть, и это меня просто сейчас выдавит из меня же самого, все, как бы жизнь мою. Вот, но, когда я помер, то я не понял, что я помер, потому что я не перестал существовать, я не испарился, не растворился, ничего такого не произошло. Наоборот, как будто бы я проснулся, наоборот, вот, как будто я проспал почти 13 лет своей жизни, и мне снился неплохой сон, все было неплохо, но теперь настоящее, как раз вот настоящее. Вот, никогда в жизни себя не чувствовал так хорошо, значит, и вообще был перед Богом, хотя мне казалось, оказавшись перед Ним, мне казалось, я самый плохой мальчик, что жил на земле вообще, что хуже никого не было, потому что я жил только для себя, а там, ну, как бы, в его измерении, более реальном мире, чем этот реальный мир, хороший мир, очень классный мир, хороший, да, но тот более реальный мир. В том реальном мире, все то, что я знал хорошо, там было плохо, и наоборот, то есть все, как, знаете, как Алисов зазеркали, что это можно сравнить. Там все по-другому вообще. Вот, там, я говорю, даже пример такой, что, к примеру, берешь, к примеру, стакан, да, беру себе, вот, там как будто теряю его, да, и наоборот, даю, вот, как будто, наоборот, получаю. То есть там, мне напомнил, как зазеркали, так действительно, все наоборот, там, то, что здесь очень хорошо считается, там очень плохо. Здесь нас учили гордиться всегда, и всегда хвалили, я сколько себя помню, дома, в школе всегда хвалили, а там это было очень стыдно, да и много всего другого остального. Вот, но он простил меня, он простил, я это видел, значит, и он очень хороший, он очень хороший, это не пахлемаш, это правда на самом деле, вот, потому что я говорю, что тогда на тот момент я знал о любовь мамы, папы, там, своей собаке, там, намного, что, вот как бы, да, мог себе представить, но то, что было там, в более реальном, в более реальной реальности, как бы, выразиться, в настоящем, не здесь, то там это настоящее, просто я был, просто в шоке, просто приятно, вот, и больше того, он позволил мне снова жить, отсюда смотреть туда, в ту реальность, есть, есть, как бы, свои плюсы в той реальности, но смотреть в ту реальность, в эту реальность тоже свои плюсы есть, хотя многим кажется, как и есть плюсы в сравнении с той реальности, но здесь есть свои плюсы, есть время, вечность тоже классная, это, это, это вообще классная вещь, это потрясающая вещь, переживания, хотя сейчас за 40 лет уже почти забылись многие вещи, как бы, и я сейчас даже говорю больше, но начинаю вспоминать, но сложно многие вещи вспомнить, честно говоря, но вот с той реальности, смотреть в эту реальность, есть свои плюсы, и вот время имеет какой-то свой вкус, какой-то свой, не знаю, оно, оно красиво, сейчас я знаю, что это тоже творение Бога, оно тоже, а Бог творит все хорошее, и время изначально, хотя оно много беды делает, как бы, для человека, казалось бы, да, но изначально оно очень хорошее, само время, это очень хорошая вещь, есть начало этого времени, и есть конец этого времени, но Бог, вечность, Он над всем этим. Ну ладно, не буду вам, вас, как бы, нагружать этим, а то сейчас начну рассказывать, сейчас углублюсь в эту тему. Я мешал носом, хочу сказать, что Бог хороший, я с ним пережил встречу, и он мне дал возможность еще жить, правда, первые дни, недели, даже после воскрешения, были, ну, очень тяжелые. Знаете ли, вернуться в тело даже было не так тяжело, как именно снова научиться думать этой головой, снова ходить по этой земле, снова быть в этой реальности. Вернуться, вот чисто психологически воскреснуть даже сложнее, чем физически даже. Физически это чудно воскреснуть, конечно, удивительно, войти снова в тело, больно было, конечно, но и радостно одновременно, потому что я знал, что еще есть время, перед тем, как я снова там окажусь, значит, перед ним, значит, но уже не опозорюсь уже, а я проживу и буду, вот, как бы, о нем говорить. Кстати, я даже говорил такие слова ему, а там даже не надо говорить, там, не говорить в таком, в нашем понимании смысле этого слова, потому что там ты только что подумал, это как будто сразу сказал, вот, там нет такого, и даже не то, что подумал, даже то, что ты не успел подумать, это сразу как будто сказал, вот так вот. Это трудно передать. Ну, помрёте, сами поймёте. Сразу. Нет, потому что это кажется сложно. На самом деле, вот только помрёшь, вот я сразу, сразу всё это понимаешь. Моментально понимаешь. То есть, как бы, это кажется нормальным состоянием. И вот, кажется, вот, то, что было до того, кажется ненормальным состоянием. Когда ты думаешь, потом говоришь. Вот. А плюс ещё ты многие вещи, ты не успел подумать, они как бы, ну, как подсознание по-нашему, да? Ну, мотивы какие-то. Вот. Ты даже порой всю жизнь живёшь и не знаешь, что это за подсознание, что это за, как бы, иногда только в стрессовой ситуации что-то всплывает вдруг у тебя, там, допустим, да? Или что-то там в память, или во сне что-то там вдруг видишь. Вот. А там это всё, как бы, нормальным, естественно, является одной. Там мысль, как бы, подсознание, сознание и разговоры, это всё одно. Это всё одно. Наверное, политики там будут самые несчастные люди. Там нельзя просто... Одно подумать, другое сделать, там, третье иметь в виду, там, там... Поэтому моё слово для политиков пока здесь. Потому что там, вот, реально, я позорился, мне казалось, я самый плохой мальчик, мне казалось. Вот провалиться, ну, провалиться некуда. Вот, реально, там некуда проваливаться в нашем понимании смысле этого слова. Там совсем другая реальность. Она более реальная, настоящая. Ладно. Вот. И... А почему я первой неделе был там в депрессии, будем так говорить, да? Ну, можно сказать, даже депрессии, после возвращения. Потому что научиться снова жить без Бога очень тяжело. Пережив с Ним встречу и снова быть отстранённым... В смысле без Бога, в смысле отстранённым от Него. Не видеть с Его. Это настолько добивало, знаете ли, просто морально добивало, что я не могу посмотреть ему в глаза. Я... Это было так тяжело вообще. Я был... Тем более, не было никого верующих, понимателей, в окружении. Ни взрослых, ни сверстников, которые могли бы подсказать, что можно, ну, не отчаиваться, что можно разговаривать с ним, не выходя из тела, не умирая, без экстрима совершенно. Я что-то не знал. Вот. И пытался поговорить с мамой, с папой. Ну, как поговорить? Я думал, издалека начну. Потому что я не знал даже как-то объяснить вообще, что произошло. Я, значит, сказал маме, вот, говорю, ну, ты же умрёшь однажды? Она, ну, так, не пугалась немного. Ну, да, говорит, конечно, все же умирают. Вот. Говорю, а вот если ты умрёшь, говорю, ты там что-то увидишь? А, говорит, ты перестанешь вообще существовать? Или ты будешь все-таки? Вот такая тишина такая была. Ну, и я решил дальше. Ума хватило все-таки не все рассказывать, как бы. Но я сказал, значит, потому что и так по врачам с таскали. Думаю, врачи напугали еще родители, что такой промежуток смерти, как бы не без последствий, может быть, там, и прочее. Ой-ой-ой. Значит, и понимаете, я сказал, говорю, значит, вот если ты, говорю, не перестанешь все-таки существовать, ты все-таки будешь, говорю. Как ты думаешь? А еще тетя напугалась тоже еще, кстати. Родная тетя Гальсеня, она была как раз у нас, Гальсеня. Тоже перепугалась вообще вся. Вот. Ну, тетя Геля такая, Гальсеня. Вот. Значит, и говорю, вот, если вот все-таки будешь, если все-таки будешь, то, говорю, вот, мам, ты там что-то увидишь? Или ничего не увидишь? Вот как ты думаешь? И все. У мамы чуть не истерика. Вот реальная истерика началась просто. Она была так напугана, вот, что думали, что у меня вот последствия какие-то вот этой смерти. Вот. И все. Я понял, что лучше вообще молчать. Пытался со сверстниками потом поговорить. Уже по какие-то там, прошло там недели, там, значит, там, мы в школе. Я в школе сидел как раз тогда за одной партой с одним там товарищем своим. У нас были, ну, до смерти, по крайней мере, у меня были общие с ним интересы. Когда я вернулся, у меня все мои прежние интересы, они отпали. Все, что у меня раньше было интересно, мне стало совершенно неинтересно. Абсолютно. И наоборот. То, что было, я раньше терпеть не мог, то, что было неинтересно, стало ужасным, неинтересным вообще. Слава и сила. И у нас были раньше интересы, там, допустим, мы даже соревновались, обменивались, там, марки, какие-то монетки, но основные марки у нас были. Я ему потом все принес, абсолютно все. Домой прям, говорю, забирай, значит, потому что мне это не нужно. Тот, с такими глазами. Сколько лет собирал, говорю, вот серьезно, я, если не возьмешь, я просто выброшу все это. Потому что я вот даже не могу открывать, открою альбом, мне противно просто. Это не мое совершенно, обобщаемость изменения. Вообще полностью. Вот. И я ему рассказал, а, его фамилия была Гусев, я Журавлев, он Гусев. Птицы. Как раз, друзья. Да. И мы за одной партой сидели, и летали только на доске. Только я, ну, нас что-то все время, учителя дергали. Журавлев, Гусев, Журавлев, Гусев, серебря в доске. Ну, ладно. Вот еще. И они, я ему, возьми, ты расскажи тоже, насчет, думаю, он, он у меня много читал, товарищ такой, думаю, он, может, поймет. А может, он что-то знает, чего я не знаю. Я ему рассказал, он с такими глазами, Серега, так это, может, тебя не похитили. Он читал фантастику, как я ему дал. Ой, говорю, молчи вообще. Не позорься вообще. Не стой, горы. Вот. Ну, и я замкнулся, потому что не с кем было даже поговорить, даже поделиться не с кем было. А мы смеемся. Было тяжело. Да, сейчас смешно как выглядит, но тогда было не до смеха, честно говоря. Я приходил домой и просто плакал. И плакал так много, даже чудно. Раньше я не плакал никогда. Нас учили всегда не плакать. Вот мальчик не должен плакать. Бабай мой был очень такой жесткий такой человек. Вот, значит, и даже когда там обрезался полностью, я там, там, получилось, травмировался, руку травмировал. Обсыпали солью, все, значит, даже с резинки нельзя было ронять. И когда я это сделал, то, значит, еще первый класс еще ходил, то бабай мой на курбан, он послал меня. Никого. До 13 лет, у нас никого из мальчиков не пускали в общий зал, где сидели только бабайи, там, и мужчины сидели у нас, кушали мясо. Женщины, дети, все были, значит, отдельно, значит, кушали там тоже. Даже один из зуб для них варился. Для мужчин там больше мяса, нам одно мясо буквально плавало. Для женщин там чуть-чуть мяса было. Значит, и мой бабай не только обрезал мальчиков, он еще и баранов хорошо резал, очень быстро. Баран еще не успел там ойкнуть, уже вертелся, его уже разделывали. Вот, значит, и, не знаете, и когда он, бабай, увидел, что я не плачу, что, как бы, перетерпел боль такую сильную, он меня, значит, даже на курбан пригласил, значит, с мужчинами, посадил возле себя. Да нет, была такая честь, такая, на территории. Один взлом, да и бабушка с отцовской линией тоже, значит, еврейская моя бабушка. Она ветеран была ЧК, НКВД еще до войны, вот, карьеру сделала, вот, и, в общем-то, такая была революционная бабушка, будем так говорить, вот, за вас советов, значит, как говорится. И она была у меня тоже такая, железная ветер такая, довольно. Вот, и, а здесь, понимаете ли, вот, я от отчаяния, что я не могу посмотреть ему в глаза, Богу, я, я просто плакал. Я плакал так, что утром просыпался, подушка была мокрая, не от пота, а от слезы. То есть, надо было столько реветь, вообще, в эту подушку, что она была мокрая, вот, реально все мокрые было. Вот, и забывал со сном и засыпал. И в школе однажды, я сидел на уроке, у меня была даже такая идея, мне очень хотелось с ним поговорить, хотя бы, даже не говорить, даже, хотя бы, думал, даже не говорить. Просто хотя бы посмотреть еще раз в глаза ему, просто все, хотя бы секундочку, думаю, хотя бы секундочку. И у меня был пока один пример этого, это вот заболеть, умереть, да. Я, хотя было страшно, больно, воспоминания о том, что произошло, это было больно, но я был даже готов решиться снова на это. У меня такая идея возникла, шальная, думаю, надо специально простыть, много мороженого поесть, надо заболеть, чтобы, значит, думаю, раз повезло, я вернулся, значит, может быть, еще раз повезет как-то. И хотя неопределенно запугало, но я был готов, уже даже решился на это. Но, слава Богу, не нашло дела до мороженого, до простуды новой, потом уже специальные простуды. Потому что тем же самым днем, когда у меня эта идея созрела, план такой созрел, был сон. Я во сне научился разговаривать с ним, с Богом, не выходя из тела, оказывается, можно это было сделать, без экстрима. Вот, и во сне я видел мальчиков, девочек, чуть помладше меня, и эти мальчики, девочки, там был Бог в этом сне, но я его не видел, но он был там, настолько реально, что он шкурой чувствовал, знаете, вот просто. И он был как будто бы какой-то завеса, незавеса, ну, что-то такое, как бы ширма, не ширма, прозрачно, непрозрачно, не поймешь. Но за ней был Бог, я точно знал, что там Бог, и настолько хорошо было от этого, это не передать просто. И эти мальчики, девочки, они тоже знали, что там Бог, и они пересказывали ему все, во что они играли, чем они занимались. Со стороны вначале было, казалось, очень глупо, думаю, чем они, ну, он и так все это видит, он и так все это слышит и знает, как бы, зачем они ему пересказывали. Но сама атмосфера была такая потрясающая. Я заразился этой атмосферой буквально, и стал ему рассказывать тоже, не видя его, но понимая, что он сейчас вот за вот этой, как бы, какой-то там занавеской, или как называть, я стал к нему обращаться. Стал к нему говорить, как неплохо, как вот эти дни прошли вообще, так вот, мне, что очень тяжело. Я ему все это рассказал во сне, и мне так во сне хорошо стало, думаю, что ж я мучился-то, можно было с ним поговорить запросто. И мне так хорошо стало, и я проснулся в такой эйфории, еще до будильника, задолго, засветло еще, еще потемну, проснулся, и мне так хорошо. Думаю, так что я напрягаюсь, можно попробовать с ним так поговорить, как во сне. Молиться? Ну, я не знал, что молитва, но можно с ним разговаривать. А, да, молиться, да, молиться. И, знаете, я помню, я закрылся, все, и долго не решался, долго не решался. Я думаю, ну, это довольно, может, глупо как-то, да, представьте, значит, разговаривать с тем, кого не видишь. Тем более во сне-то там хотя бы были, там, мальчики-девочки эти, тем более во сне я принимал завесы, и там, там, бог. А здесь я даже ничего не видел абсолютно. И начать разговаривать было тяжело. Но, вот это впечатление после сна, оставшееся, что так хорошо стало на сердце, так хорошо стало, оно толкало меня, побуждало к этому. И, в конце концов, я решился. Мне там напомнило, как там, 17 новенья весны, там, Юстус, Центру, как бы, я представил себе, вот, да, я здесь, значит, вынужденно оказался, вот, не на родине, вот, вынужден связаться сейчас. Даже, даже если не будет обратной связи, просто мне хотя бы сообщить координаты, там, информацию слить, все, что я, вот, значит, здесь, там, Юсть, значит, да, я тут, да, родина не забудет меня, там. Вот, значит, одним словом я вот решился и сказал впервые вот такие слова. Не выходя из тела, находясь в теле, в памяти, все, я сказал, бог, это я, Сережа, прием, как бы, что-то такое. Я это воспринял, как вот такую игру, вот, и в ответ тишина, но я начал дальше говорить, рассказывать ему, как во сне. Ну, поначалу было тяжело, а потом, думаю, если даже опозорюсь, я тут один на один, никого же нету, свидетель, то есть, как бы, я ему все стал рассказывать уже, вот. Вот, наговорился, все ему рассказал, как мне тяжело, как пытался поговорить с мамой, с папой, как пытался, вот, со сверстниками поговорить, что никто не знает вообще о Боге, ноль вообще, ничего. Что так тяжело, что на свою шею попросился обратно, вот, мне показалось, это хорошая идея, теперь я понял, что там очень плохая, как бы, идея, мысли. И, одним словом, наговорил много всего, и все, мне так полегчало, не в сказке, сказать, не первым описать. Думаю, так что ж, я, в общем, учился-то, ну, и сказал. До связи, в эфире, спасибо за внимание, как бы, вечером снова на связь будем. Вот, и все, я уже как раз к будильнику, я уже с ним наговорился, мне хорошо, классно, я уже в школе без депрессии, уже нормально, уже, ха, я знал, что вечером у нас будет сеанс связи снова. Вот, значит, и вечером приходил, поговорил с ним, и уже лег спать, уже не в слезах, не в соплях, значит, нормально, в расположении духа хорошим. Правда, второй сон был еще более ошеломляющий, еще больше стресс меня ждал. Я не ожидал, честно говоря, во сне, там, как для художника, для меня до сих пор этот сон, второй, он полон образов, которые, ну, во многом непонятны мне еще. Хотя уже прошло, да, почти 40 лет, но до сих пор многие эти вещи мне непонятны. Хотя есть образы понятные, теперь мне понятные, потому что я читаю в Библии Божье Слово, и понимаю, что образы есть, библейские образы, там, был огромный лев, допустим. Таких не бывает в природе вообще, таких львов, он огромный просто. Я думал, он меня сожрет просто, вообще съест, а он меня стал облизывать, он радостный лев, он другой, я понял, что он за меня, как бы, не против меня. Я потом узнал, что этот лев, он защищает меня, и вообще там такие вещи узнал удивительные. Но самый стресс не в этом доме, не в этих образах даже, потрясающих художественных, таких красивых образов, которых я не знал. Только потом уже, открывая Библию для себя, я узнал эти образы и животные различные, как в той песне поется, помните, да, мы в церкви пели ее тоже несколько раз уже у себя в Киеве здесь. Под небом голубы, есть город золотой, с прозрачными воротами, и яркою звездой, а в городе том сад, все травы да цветы. Гуляют там животные невиданной красы, одно, как рыжий, огнегривый лев, другое, он, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. А в небе голубой горит одна звезда, она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любит. Там на самом деле самые счастливчики там, это те, кто их любили. Да. Это самые счастливчики там вообще, это настолько. Кто светел, тот и светлый. Это правда, вот сто процентов. Есть разные светлые, есть более светлые, есть менее светлые, но вот самые светлые, самые счастливые. Пускай ведет тебя звезда дорогой в дивный сад, тебя там встретит огнегривый лев и синий волк, исполненный очей. И спасибо, Исполь, спасибо тебе, и святой, спасибо, драгоценный Бог. Аминь. Я не думал об этом много говорить, но так у меня получилось. Я иногда вспоминаю об этом. Детям своим рассказывал много раз эту историю. Особенно, когда каждому из них исполнялось как раз, они приходили к этому возрасту, когда и в еврейской традиции, кстати, и в татарской традиции, как раз объявляют взрослым человеку уже к 13 годам. Подходило время, и каждого из них, вот, каждого сына, каждой дочь, я каждый раз снова и снова все это пересказывал, рассказывал. Вот, и это как еврейская традиция, бармитцва, бармитцва называется, да. Самое главное в бармитцве, это даже не обряд сам, хотя обряд красивый, да и татарский обряд красивый, и еврейский обряд очень красивый. Нет, ну даже не это. Самое главное, жалко, что в русской традиции, в украинской нет такого вот переживания, на мой взгляд. Ну, ладно, это вопрос такой культуры больше. Но самое главное, самое основное, знаете, это то, что человек, ну, мальчик 13 лет, да, он называет Бога своим отцом. Ну, в еврейской традиции, в татарской это не говорится, нет, там другая чуть-чуть концепция, как бы, да. Вот, чисто исламская, мусульманская традиция, наоборот, даже там Бога отцом всемышним не называют, абсолютно даже, это запрещено даже. Вот, но в еврейской традиции мне еще нравится, что Бога своим отцом называют, Бога своим отцом. Вот, помните Иисуса, да, это бармитцва, произошла такая, вот такая импровизированная, такая сверхъестественная бармитцва. Когда в неполных 13 лет он потерялся там в храме, вот, Бог закрыл глаза родителям, да, Иосиф и Мария не были плохими родителями, нет, они были благочестивы, они были хорошими родителями, вот, но Бог закрыл глаза, они оба думали почему-то, что он идет с родственниками, потом спохватились, нет, Иисуса нет, они метнулись обратно в Иерусалим и тоже искали, искали, везде не нашли, хотя надо было сразу идти куда-то, но, как бы, хорошие посля приходят напосля, они пришли к храму и на самом деле встречают, вот он Иисус, вот он Иешуа сидит с учителями Израиля, задает вопросы и удивляются учителя мудрости этого отрока, и он сказал интересные слова тогда, Иисус, что, разве не знаете, что он не должен быть в доме отца моего? С Иосифу просто камень с души упал наверняка, потому что к бармитце он должен был назвать его своим сыном, но он не мог, ну, на все сто, как бы, не скрести пальцы, сказать это, понимаете ли, а он был праведен, он не мог соврать, но здесь Иисус снял с него эту обязанность, он сказал, что, да, бармитца, по сути, совершилась такая сверхъестественная, что дом отца моего, он мой, бог мой отец, спасибо папа, ты воспитал меня первых почти 13 лет, но теперь мой бог, он мой отец. Вот, и взрослым человек становится на самом-то деле, не от того, что у него появляются какие-то взрослые вещи, или даже карманы, деньги, или что-то еще, или обязанности какие-то взрослые, нет, по-настоящему, не по-нарожку, по-правду, что он взрослым становится человеком, когда он понимает, что бог его отец, он его родители, это правда. И в том сне, вот, я видел и назвал бога своим отцом, это было потрясающе. Ладно, друзья, я, хотя, хотя об этом тоже свидетельствовать очень важно, конечно, но я планировал вообще о другом говорить. Вот, и, представляете, вернувшись, одним словом, и с того света, как бы, да, вернувшись, и пережив бога потом, вот, во снах, так вот, научившись с ним разговаривать, я не мог себе представить по-другому жизни без него. Я учился тогда в такой школе, и в школе художественной, и единственное, что я в жизни мог хорошо делать, тогда это рисовать, писать, и поэтому даже там, будучи, кстати, я, богу сказал, среди прочего, сказал, что, если я буду рисовать, если буду я еще жить, то я буду рисовать, писать, картины, чтобы, как бы, о нем сказать, как бы, о нем сказать, вот, о правдочном мире. Вот, ему это очень понравилось. Хотя и так, как более радостно, более довольного, трудно было себе представить, значит, существа, да, не жили бог, значит, но здесь он еще радостнее, более стал, еще более радостнее, еще более счастливый, вот, и я сам был в таком восторге, вот, значит, и после школы пошло училище художественное, для меня это был смысл моей жизни всей, вообще, в этом заключался, и, конечно же, читал литературу, раньше терпеть не мог читать, значит, после воскрешения я стал просто зачитываться, с упоением, всем, 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 особенно литературу читал, такую взрослую, атеистическую литературу читал, почему, потому что там находил я, хотя отрицание бога было там, да, в этой литературе, но там были слова божьи. Я помню первый стресс пережил, удивительно, там была цитата, не помню даже название книги, первой атеистической книги, там была цитата большая из книги пророка Иеремии, ну, чуть не целая глава приведена была, она начинала с цитата такими словами, «Так говорит Господь», и там дальше шло обращение. И до того, и после того в этой книге шло, ну, просто-напросто, ну, такая оголтелая пропаганда советская, коммунистическая. Но самое интересное, когда я прочитал вот это вот «Так говорит Господь» и слова вот эти дальнейшие из Иеремии пророка, то, знаете, вот как будто бы просто предыдущие и последующие просто для меня погасло. Я взял тетрадку, завел себе тайную тетрадь, никому не показывал ее тогда, значит, и стал записывать себе ее в нее, тайно так вот взял специально в клеточку, там, значит, там, в каждой клеточке, не пропуская, внимательно записал этот текст я. И ссылочку, там написана была «Библия», страница такая, это издание какого-то года, ну, для меня была фантастика, где найти, может, была эту книгу, но стал целенаправленно искать по этим книгам. Вот у меня, получается, была целая подборка таких текстов. До 84-го года у меня только вот такие были мои тетради. Мои тетради и мои вот эти тексты были. В 84-м один мой товарищ, тогда училище как раз художественное, значит, в 85-м году уже был вначале слушателем в училище художественном, один год вольным слушателем, потом 4 класса, 4 курса там учился. И мне очень понравилось там, но там был один товарищ, он чуть постарше меня, на другом курсе был, но мы с ним нашли общий язык. Он единственный, с кем можно было поговорить как-то о «Библии» с пониманием. О Боге. Он сам не был религиозным, но его бабушка была религиозной женщиной очень. Православная бабушка была у него. Она и дневала, и ночевала в храме. Вот, я раньше вообще не обращал внимания на храмы, там все. Она там была в храме, и этот мой товарищ, Владик его зовут, он, значит, стал... Ну, мы с ним общались. Я и с другими ребятами тоже общался, рассказывал им, вот, то, что узнал. Но Владик, он сделал мне великий сюрприз. Он сказал, я постараюсь найти тебе библию. Вот, он знал, что у наших друзей с музыкальным училищем, рядом было музыкальное училище, это в Орле было все, происходила моя юность прошла. Ранее детство в Поволжье было, а вот уже юность была в городе Орле. И, так вот, у тех ребят с музыкальным училищем действительно была библия. Но правда она была, ну, на руках, то у одного, то у другого человека. Вот, он достал эту библию вначале нам на два месяца. Месяц сам читал, у себя держал ее, а месяц, на месяц мне дал. Вот, и есть временные чудеса, я о них тоже свидетельствую. Вот, тот месяц как раз он мне дал, сложный был месяц в учебе, очень сложный. Наш учитель заболел, у нас был другой учитель, тем более проект был очень сложный по композиции. И, ну, как бы, ладно, одним словом работы было очень много. Но за этот месяц, во-первых, всю библию полностью от бытия до откровений прочитал. Потом успел переписать многое, а именно, вот, Евангелие от Матфея полностью переписать. Потом книгу откровений полностью, вот эти книги две полностью. Ну, книга откровений больше мне вот этими образами понравилась. Я больше как художника переписывал, честно говоря. Вот, она больше была загадкой для меня, но вот эти образы потрясающие, эти всадники, эти драконы, это все, все, все. Вот, думаю, вот, у меня даже идеи рождались тут же, вот этих композиций таких больших, вот, как бы, в живописи, чтобы это передать, вот эти образы апокалипсиса, откровения. Вот, ну, а Евангелие от Матфея я переписал, думаю, сколько успею, столько перепишу. Получилось до Аминь, переписать полностью. Вот, плюс еще кое-что выборочно из притчи, из псалмов, что успевал я переписать в разброс, и также из посланий апостольских, буквально тезисные, некоторые там цитаты. Вот, и была у меня уже большая общая тетрадь, толстая, в которой была моя Библия, в мое сокровище было, в котором я жил. Знаете, сейчас за месяц дай мне такое, как бы, задание, и я не справлюсь. Вот, Бог совершил еще другие чудеса. Хотя был другой учитель, и хотелось весь проект переделывать, но сдал на отлично. Все три пятерки были по этому проекту, вот, для меня это было тоже, просто свидетельство такое, что действительно, вот, Бог дал возможность сдать на отлично. Вот, и прочитать Библию, и переписать ее, потому что я не знал, когда еще, мало ли когда-то, мне еще попадется други эта книга. Через месяц я отдал, Владимир только книгу, он передал ее тем ребятам. Вот, но потом, в следующие полугодия, снова Библия была у меня в руках, я был вообще на седьмом небе отчасти. Перечитывал снова ее, не успевал полностью перечитывать ее, но для меня это было просто большим вдохновением. И в восемьдесят седьмом году, у меня уже была своя Библия тогда уже достал, тогда стало посвободнее уже, гораздо посвободнее, и откладывал я каждый рубль, тогда были деньги дорогие, вот, мама получала около ста рублей, вот, значит, папа побольше, но я накопил 130 рублей, помню, вот, для меня это было, стипендия была 25 рублей, но все ходил на краски, на кисти, значит, и накопил эти деньги, вот, и купил себе Библию тогда, вот, по тем временам это было целое состояние для меня, вот, значит, но это была моя Библия уже, с которой не расставался. Я не знал протестантов, не знал других христиан, если бы я познакомился с такими верующими, наверное, я бы прикнул такой какой-то конфессии, наверняка, вот, я знал только лишь православную церковь, мама меня спрашивала, почему ты не пошел ни мечеть, ни синагогу, почему пошел? Ну, храм, потом спрашивала уже, спустя годы, я говорю, мама, ну, у нас и не было ведь тогда ни синагоги не было, ни мечети не было, значит, там, и все, значит, только лишь храм православный был, вот, все, что с религией было связано у нас, и поэтому мой путь был заказан, с одной стороны, но с другой стороны, я интересовался, конечно, впоследствии, потом уже, интересовался, чему же учат все-таки ислам, как бы, ну, все-таки, ну, родная религия, как бы, религия моих предков, значит, да, по матери, значит, но я с уважением отношусь к Корану, значит, да, значит, к культуре исламской, очень мусульманская культура мне очень нравится, очень нравится, но, понимаете ли, я не нашел отзвука в своем сердце, а особенно есть стихи, которые, они прямо противоречат тому опыту, который я имею, там говорится, в частности, что отцом для смертного не называй его, я одному из своих братьев, у меня много братьев двоюродных, троюродных, многие из них стали сегодня ревностными мусульманами такими, один даже стал прихожанином такой ваххабитской мечети, такой очень радикальной очень даже мечети такой, я у Ренатки был, когда, допустим, у него там все халяль, все с ковриком, все, я, конечно, очень сильно удивился в трансформации такой, потому что тогда, в 80-е годы, это были обычные советские люди, как бы, все представление мусульманства было, что только вот поесть на курбан мясо, значит, как бы, значит, там, и сабантует праздновать, как бы, и все, в принципе, как бы, ничего такого у нас не было никогда религиозного, вот, но теперь уже, смотрю, братья стали многие религиозные, и сестры тоже, двоюродных, и жабы ходят, значит, все очень так, некоторые стали радикально очень даже такие религиозные. Вот у Ренатки, когда я начинал, я сказал им, а он стал один из учредителей мечети, то есть он входит, как бы, ну, в группу, вот, которые являются учредителями религиозной, как бы, организации, там, в Казани, значит, и у меня там в Казани много родних, на береже Челнах, в Казани, там много родних, и я, значит, Ренату говорю, что вот в Коране говорю, да, 99 имен Бога Всевышнего, да, они, говорю, все есть Библии, пожалуйста, я могу их в Библии все найти тебе, что он и Всевышний Бог, он судья, он праведный, он человеку любимый, он там, ну, все вот эти, больше, как бы, титулы, как мы говорим, да, титулы, в которые Бог себя, как бы, открывает, раскрывает. Но, я сказал, при последней нашей встрече с Ренатом, я сказал, он очень хороший человек, он такой, знаете ли, такой, очень, очень милосердничный, вот, но я сказал, что Ренатура, вот, при всем уважении, вот, но в Коране, говорю, не хватает еще одного, говорю, еще одного имени, которое для меня является самым определяющим, самым главным, а какое, он думал, может, я скажу там о каких-то других именах, я мог бы назвать другие имена еще, да, но я сказал ему, о, мой отец, для меня это самое важное, самое определяющее, самое великое. Вот, я молюсь лишь о том, чтобы, знаете ли, Господь открыл глаза многим верующим этим людям, религиозным людям. Я подписал им новые заветы, инжил, по-татарски называется, инжил, новый завет, взял целую коробку, там, в одной миссии, как раз, в набережных челнах, познакомился с одной татарочкой, которая занимается как раз, вот, именно, вот, миссионерским таким, и целую коробку взял этих инжилов, подписал всем родственникам, вот, пораздарил, вот, значит, и, но, знаете, конечно, и поливающий, и насаждающий, да, не что, а все Бог взращивающий, Бог дающий жизнь. Я скажу одно, что, вот, тем откровением, которым хочу делиться с вами, к которому все так подхожу, как бы, да, с которым приехал сюда, воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. Я получил это откровение весной 2003 года. Я к тому времени уже был реформатором, да, трудился реформатором. С 96-го года, когда я вышел из традиционного православия, я себя видел только реформатором, именно нести Слово Божье и быть служителем этой реформации для православных христиан. Потому что с православием моя судьба связана, и с 87-го года я себя не представляю вообще вне какой-то, ну, вне православия. И знаете ли, в 96-м, почему я вышел из традиционного православия, и почему я стал реформатором, то, ну, был целый спектр событий. И я разочаровался во многих вещах. Будучи священником тогда традиционной православной церкви Московского Патриархата, я разочаровался во многих вещах. В частности, разочаровался в многобожьем, как таковом вообще, в самом принципе. Многобожьем, в смысле, вера в разного рода посредников, ходатаем к Богу. Ибо един Бог, написанное в Слове Божьем, да, 1 Коринфянам, 1 Тимофею 2,5. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Да, ты не можешь сделать это местописание. 1 Тимофею 2,5. И начало 6 стиха еще, там, очень хорошее завершение такое. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Для искупления всех. Вот это мне так нравится очень вообще. Вот. И един Бог, и един посредник. Вообще, Новый Завет называет Иисуса Христа ходатой Нового Завета. Называет первосвященником. Называет его, ну, единственным и неповторимым. Слава Богу, что название даже в вашей церкви, это задокументировано вообще, задекларировано. Что Иисус Христос – путь, истина и жизнь. Вот эти слова Иисуса, они вообще не в бровь, а в глаз. Это откровение, великое откровение, которое Иисус дал людям. Он есть путь, истина и жизнь. И он дальше, помните, подчеркивает, что никто не приходит к Отцу, только лишь через Него, через Иисуса Христа. И он тогда не сказал для протестантов лишь, а для православа также, через мою маму, апостолов, пророков. Не-не-не. Для всех нас. Семь лет – один ответ. Один Иисус Христос только лишь. Ответ за все. Один за всех. И все за одного. Поэтому в 96-м году я просто разочаровался. Вот в этих вот, знаете, в самом системе. Мне уже, ну как в украинском мне нравится «обрыдло» выражение такое. Ну, грубое, конечно, но «обрыдло». Знаете, понимаете, что кому-то еще молиться на стороне, это настолько неприлично, настолько вот, ну, это даже, даже неприлично. Не говоря, что это вообще не христианский принцип вообще. Христианский принцип – молиться только лишь к Богу. Что один Иисус, Он за всех. Вот, что апостолы Иисуса, первые верующие, да, вот наши с вами старшие братья, да, они очень четко это исповедовали. В Деяниях записано, помните, да, что нет другого, они говорили, имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Вот это исповедание веры, символ веры апостольский, настоящий, правдочный. Они так и говорили. И это было очень смело, очень четко. И этим жили первые верующие. Действительно, так и есть. Одним словом, вот, в личной молитве я перестал. Слово Божье вернулось в мою жизнь. Оно ушло на некоторые годы, к сожалению, из моей жизни. Но в 96-м вернулось в мою жизнь, Слово Божье. В 96-м вернулось это слово, через проповеди, простые проповеди, простые беседы одного очень хорошего человека. Это Эрла Штеггин. Книга Людмила Плетт. «Время начаться суду с дома Божьего» называется. Вот эта книга меня очень сильно сразила на повал буквально. Знаете, я просто истосковался к тому времени по этой первой любви своей. И я просто, ну, уже, мой язык уже не шевелился уже, там, как раньше молиться, кому-то еще. Нет, нет, я только лишь Богу. Только лишь Богу. Все. Знаете, настолько, ну, будучи еще настоятелем храма, я обязан был, конечно, приходя в храме, я исполнял свои обязанности, конечно, я не исполнялся, но понимал, что это уже не по моей вере. Уже все. Я уже в это не верю. Я в личной молитве, индивидуальной, я эти месяцы последние там нахождения в РПЦ, я молился только лишь Богу. Но в храме, приходя, где я был настоятелем, я обязан был петь опять-таки 25, думаю, там, «Пресвятая Богородица, спаси нас, там, святые такие-то, молите Бога о нас», и прочее, прочее, прочее. Ангела, Архангела, молите Бога о нас. А сам, думаю, ну зачем, опять, думаю, ну... Вот. Я, конечно, старался все это, как бы, более-менее выправить, как бы, в мирное русло, то есть после каких-то там этих служений или во время служений прервать служение время от времени и давать разъяснение все-таки. Молитва заупокольная уже самая мне уже опостылила к тому времени. Настолько, что я много хранил умерших, но вот это, как бы, бесперспективность какая-то, знаете, вот какое-то, ну, отсутствие вообще элементарной логики. И слове Божьим говорится о молитве за живых людей. Это нормально, это понятно, это естественно. А вот такое мистическое это богословие, знаете ли, вот о вымаливании, как бы, души умершего, ну, не знаю, мне уже это настолько надоело тогда. И я стал сокращать эти молитвы, и обычно после каждой литии панихиды там уже обращался в храме своим к людям, заказавшим все это, говорю, или хранящим умершего своего. Я говорю, что обычным умершим желаем Царства Небесного, но я говорю, хочу вам пожелать именно Царства Небесного, потому что молимся за живых людей. К вам сегодня обращено в Слово Божье. И дальше, и дальше. Но я понимал, что так долго нельзя продолжаться. Не могу продолжаться так долго. Вот. Моя информация начала с того, что все требования богослужения стал совершать бесплатно, цены все снял в храме. Вот. Это было как, ну, оно и раньше как позором было для меня, но воспользовался тем, что письмо очередной из епархии пришло, где написано было, что желательно, чтобы стоимость там, цены за требы и богослужения была такой-то. Думаю, ага, раз желательно, значит, не обязательно. И я, воспользовавшись этой, такой, да, снял вообще все цены и написал объявление в нашем храме. И в районной газете еще плюс еще дал объявление, что в нашем храме все богослужения треба, там, крестины, венчания, пивания, все-все-все-все-все совершаются бесплатно. Вот. Был ящик для пораживания у нас, вот, значит, и, короче, моя была такая финансовая революция, реформация. Кстати, поначалу, конечно, женщины были в шоке у меня, вот, ну, помощницы, казначей, староста были в шоке. Они говорили, батюшка, вы сами же первые пожалеете об этом вообще. Вот. Но самое интересное, буквально через, там, несколько месяцев доходы храма, они не упали, они, они стали расти. Стали расти, и, притом, в разы, в нескольких раз, когда кассу вскрывали, этот ящик, и пересчитывали деньги, там, эти бабушки, эти женщины, они были просто, ну, было видно просто в шоке, просто вообще. Потому что даже в прежние годы, даже в лучшие месяцы, мы столько не имели сборов, сколько имели, вот, когда все стало бесплатно, добровольно. Так что я говорю, смотрите, если с людьми по-любски, они по-любски относятся. Вот. И все. Да. Один из них, много интересного произошло в то время, но в 96-м это все происходило. Я стал молиться за живых только людей, крестить детей, то же самое, мне уже надоело. Знаете, потому что педобаптизм это не для нас. Крещение младенцев, или даже взрослых, но крещение без просвещения, это называется педобаптизм. Педобаптизм, да. Есть баптизм, есть педобаптизм. И все христианство так условно можно поделить на два таких лагеря как бы основных. И я перешел из лагеря педобаптизма в лагерь баптизма в то время. Еще будучи традиционным священником, вот, не то чтобы отказывался я крестить детей, но я так решил так, ну, схитрить. Значит, люди приезжали, допустим, хотели кого-то покрестить из младенцев, я говорю, хорошо, я возьмусь, но давайте мы вначале сделаем две-три беседы с вами, со взрослыми, пообщаемся, что же такое крещение. Одним словом, да, многие говорили, нене, мы лучше заплатим, но и вот там покрестим в том храме. Значит, некоторые, наоборот, с воодушевлением восприняли все это даже и стали посещать, я им стал рассказывать баптизму, что такое, что такое именно обещание Бога или спрашивание у Бога доброй совести. Вот это было, конечно, реформация в разуме у многих людей, слава Богу. объявить о своем выходе из традиционного православия. Вот. И что потом произошло? В 97-м мы были вынуждены уехать с России тогда, начались гонения, вот, несколько раз меня и убить хотели, и сами священники прислали бандитов. Ну, у бандитов было больше совести, как ни странно. Бандиты в рясах, они опаснее, чем классические обычные бандиты. Потому что у таких обычных бандитов, хотя бы какие-то принципы есть. Вот все, которые в рясах с крестами по ноге и на груди, эти бандиты вообще без принципов, вообще без морали. У них своя какая-то мораль там, аморальная совершенно. Это как мораль чекиста, допустим. Это совершенно извращенный мораль. Так вот, и знаете, были вынуждены уехать. Приехал я в Украину, во Львов, во Львов, вот, через католиков. Познакомился с одним священником католическим, вот, со Словакии, Йозеф Кунчага. Очень хороший священник, миссионер, такой, ну, он действительно, вот, болеет просто миссией этой христианской. И открытием церквей, там, обращением людей, там, с гитарой проповедует. Даже русский, почти не зная язык, он наломаном, но он начинал говорить с людьми, всегда, начин, заводил разговоры о Боге, о Христе. У него все время полное рясо трактатов всяких с собой, гитара за плечом. Молодец он такой. Хотя он признавался, что больше всего не любил русских вообще в жизни. Значит, в Словакии, еще в Чехословакии, возглавляя подполье, там, антисоветское, в свое время, еще тогда, в 70-е годы, он уже человек немолодой уже, вот, и он, когда развалился Союз, он не думал никогда, что он пойдет в Россию миссионером, но Бог призвал его куда в Россию? Хоть в Африку, пожалуйста, хоть куда, но только не в Россию. Пойдешь в Россию. Вот, он поехал в Россию и понял, что да, это Божий принцип, вообще, вот, Божье поручение. Он полюбил русских, полюбил людей, достал благовестовать им, о Христе говорить, все, обнимал коммунистов, благовестовал им, о Христе, вот, вообще там, такие вещи были. Вот, Йозеф Кунчак, он очень такой, интересный был человек, такой миссионер, и стал моим другом. И вот он, как раз и видел, что меня уже пытались несколько раз уже убить, уже, вот, прислали бандитов, один просто чемодан с оружием просто закрыл и сказал, что я должен убить вас, но я не могу говорить, значит, просто, короче, ушел. Вот, а другие приезжали бандиты, значит, они просто на разговор приехали, сказали, что вот, ваши же, ваши же, эти, епархи, ваши, и заказала. Но мы посмотрели, несколько дней, мои ребята посмотрели, говорят, в принципе, есть тоже какие-то верующие, неверующие батюшки, еще кто-нибудь, понимаете? Интересно. Ну да, вот, не тронули, а я сказал, что я даже не могу переехать, сейчас финансово, бандиты еще финансово, мы еще, транспорт, а не забавайте, представляете, вообще, ну это и смех, и грех, и на такого не увидишь. Вот, и одним словом, оказался я во Львове, у Львамира Кузера, в гостях, две недели, первый раз в Украине, в своей жизни, для меня Украина, это были, что, ну, хохлы, бандеровцы, сало, обрезы, ничего доброго, то есть, как бы, ну, ассоциации, я имею в виду не то, что сознание, а в подсознании больше, вот, значит, и знаете, что интересно произошло? Я очень полюбил Украину, через Любомира Кузера, его глазами, как бы, его сердцем, две недели с ним жил, вот, не давал покоя старику, он тогда уже был немолодой человек, уже, в 97-м, вот, не давал ему, даже и спать не давал ему часто, уже поздно вечером, а я все, а так, а так, Владыка Любомира, а как же то, а как же то, так интересно было, вот, но через него, через его вот это вот такое, широк сердце, да, вот это, я полюбил Украину, полюбил, влюбился, его глазами, его сердцем, и после Львова, а, а во Львове я в костелы, в этих приходил, он мне дал этих братьев-васселян, они показывали мне, вот, значит, монастыри, храмы эти показывали, водили меня везде во Львову, я был просто восхищен, удивлен, а как раз время было такое уже зимнее, ну, ближе к Рождеству, и там хоры эти, площадь рынок, там хоры эти пели, репетиции, не репетиции, не знаю, но они вот уже, еще до Рождества, но уже пели рождественские там эти песни, верте поставили, мне так понравилось это вообще, ну, я, а, кстати, там, когда на улице, мне что еще сразило во Львове, люди за место здрасте говорят, говорили, слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу, а я здрасте, здрасте, никогда отец Сергей не был так близок к провалу, даже болотящийся парашют не так подавал, подешку, одним словом, я только здрасте, здрасте, я ж не знал вообще, меня ж в курс дела не вели, одна бабушка меня пожалела, батюшка, можно вас, я вижу, вы не местные, ну да, первый раз в Украине, во Львове, вот, она говорит, ну не надо говорить здрасте, а как же говорить, ну, я, навеки слава Богу Святому, навеки слава, ну что, ну, не здрасте, хорошо, спасибо, исправлюсь, исправлюсь, а мне понравилась сама идея, это как, малейкум ассалам, сам малейкум, ну, ответ, ответ такая, ответ такая, вот еще, что он начнет, слава Иисусу Христу, и ответ, навеки слава Богу Святому, думаю, здорово вообще, так это ж, я уже ходил, уже в следующие дни, уже специально так, я же в реакции хотел, с Христом на груди, говорю, слава Иисусу Христу, сам уже, ну, слава Иисусу Христу, вот, и вот эти песни, песни пелись как раз, я был просто зачарован, на площади рынок, там как раз вот эти хоры, пришли туда, я был так восхищен, васселяне, кстати, васселяне организовывали, один из хоров точно, их не был хор, потому что священники подвели к ним, как раз показывали, там, вот этих братиков, потрясающие голоса, я был просто восхищен, «Вихлиє від нець Марія пречиста, породила у вертепі нам Христа, слава, о Вишній Богу, слава, о Вишній Богу, і мир всім на землі, слава, о Вишній Богу, слава, о Вишній Богу, і мир всім на землі, прибігаю до вертепу пастирі, із собою несу дари в опірі, слава, о Вишній Богу, слава, о Вишній Богу, і мир всім на землі, ми також Христу поклінстві даймо, і разом з небесним хором співаймо, слава, о Вишній Богу, слава, о Вишній Богу, і мир всім на землі, а тут так, хвала на Високощі, хвала на Високощі, і покуй на землі, і там якраз ці поляні піли, потрясаючо було, і потім вже, які ці рождественські пісні, вони для мене ставлят цілого відкровення, цілое богослов'я в простих словах, в простих таких формах, виражене вообще, дивляюсь, до сих пор удивляюсь, честное мое, до сих пор. Вот ці слова є, поэтому берегіть, хороше в культурі надо сохранять обязательно, хороше сохранять, плохое надо забывать, а вот хороше сохранять і передавати. І знаєте, вот є хороші слова, такі там, Слова, очеє, Слова, очеє, вся, о, на всяці, в темностях землі, в темностях землі, сонце засвятило, Христос родився, Бог воплодився, арву виспиваю, царя витаю, поклинь витаю, пастыри играю, чудо-чудо повитаю. Вот знаєте, вот это потрясающе, что слово Отца оделось в тело, в темноте землі, воссияло Солнце, свет воссияло. Знаєте, вот сразу Ісус, Ісус, Ісус. Вообще, все, все, что в культурах разных народів є, именно такое, любовне, христосентричне, оно всегда, это благостовенне, это всегда благостовенне. Спасибо Богу за все. І так і да расскажу, извиняюсь, затяну, може, но чуть, но да расскажу эту историю. Да, в Україні стала моя вторая родина, где вот как реформатор я уже состоялся, реформатор внес служение здесь, в Киеве, начинал служение, начинал церковь, но, честно говоря, как у пастора, то у всех, наверное, служителей возникают какие-то кризисы, да, в служении. У меня помощник оказался предателем, ушел, и я пережил стресс такой сильный. Я разочарован был тогда, в 2003 году, и думал, что все, это не мое служение, я уже послужил, хватит, может кто-то еще будет лишь бы ни священником, ни пастором, ни кем-гим, просто верующий, где-то, да, на подхвате, может быть, но не служитель. Вот, и я объяснил в церкви эту ситуацию, что я чувствую себя банкротом полностью, он вот это рассказал у себя в церкви, там, значит, люди поняли, видят, что, да, я не в состоянии больше продолжать служение, рассказал это, и попрощался, говорю, я буду приезжать, но не служить уже. И, знаете, на другой день мы решили как раз вечером ехать в Россию, думаю, побудем как раз у родителей, были живы мои родители там, значит, в Орле, и думаю, мы поедем как раз туда, и собрались и утром с позаранку в пятницу поехали, значит, и жена со мной была, наших тогда пятеро детей, я был за рулем, и поехали мы с Киева в Орел, и через Сумскую область, и вот в Сумской области я попал в ДТП, сколько за рулем никогда не попадал в передряги серьезные, а здесь я сбил подростка, школьника, старшеклассника, который на мотоцикле выехал покататься из одного села в другое, сел через трассу, вот, удар был сильный, удар был смертельный для этого пацана, вот, и на мне была кровь человека, знаете, вот такое, даже вспоминая об этом, что произошло, я понимаю, что вот как будто бы это не со мной происходило, как будто это с кем-то было, как будто кино видел про кого-то, но это было про меня кино, это было я, и жена, дети были целы, я выбежал из машины к этому мальчику, вот, и впервые в жизни я молился за умершего человека, но не имея в виду его душу, покой души его, а за воскрешение этого умершего человека, Бог был милостив ко мне и к этому мальчику, вот, и Господь воскресил этого мальчика, мальчик ожил, и это было, конечно, для меня таким тоже шоком, стрессом, вот, он ожить ожил, а у меня сразу мысли, а может быть это не была смерть, может это был просто глубокий обморок, может мне просто показалось, что это смерть, как тот еврей, который говорил Иисусу, помните, да, верю Господи, помоги моему не верю, вот, как бы есть вещи, которые как бы они за пределами нашей веры просто, и я как бы это примерно так думал, может это мне показалось просто, просто был уморок, скорее всего, но когда он стал садиться, он стал довольно активно, вот так вот, присаживаться, прямо на асфальте, я помог ему присесть, даже, а сам переживал, может он сейчас поломан, или какой, нет, живут, целый, вроде, вот еще, но сзади голова была разбита, вот, знаете, как будто бы арбуз, переспелый, треснул, кости разошлись, и там мозги были видны, вот эти, колокотала мякоть, вот довольно серьезно, ну вот, именно голова была расколота, а он еще грязными руками туда лез, думаю, я вообще мозги почешу, да я поэтому придерживаю, чтобы он не залез туда, в мозги, вот, значит, он не видел же себя занято, а я-то видел, поэтому немного жутко было, вот, я вообще кровью боюсь, так с детства, но, как бы вот здесь он просто, не до того было, я просто придерживал, еще боялся, что эта дырка дальше раскроется, как бы, значит, эти кости, и там выбылится оттуда что-то, поэтому я придерживаю, чтобы ничего не выбылось, оттуда, значит, и приехала скорая помощь, там чуть дальше была кафешка раньше, это не дышит, если я ехал отсюда с Киевом, не держа и королевца, там лавшин, село, и дальше там спуск, подъем, и как раз там уже кафешка была раньше, и там они позвонили уже в королевец, и приехала скорая помощь, да, забрали пацана, но врач сказал, он не видел же воскрешения врач, да, но врач сказал пока то, что это батюшка, а я подрясник, так он дорожный, вот, значит, и батюшку, это несовместимый жизнью, мы даже не довезем его, сейчас туда в больнице, но они повезли его, я понимал так, что если сейчас Бог его поднял на дороге, не для того, чтобы он по дороге скончался, он будет жить, какой-никакой, хотя бы поломанный, думаю, но будет жить, вот, и сам ждал еще милицию, и жена, дети остались возле машины, а я ушел в посадку, помолиться, вот, молюсь за этого пацана, за его исцеление, вот, дети были целы, там, садина, синяки, но, как бы, целы, вот, жена колено чуть повредила, но, как бы, значит, ушиба сильно, значит, но, как бы, цела, вот, и я в посадке просто молился за пацана того, и, знаете, как молишься, а внутри, как бы, что, не надо молиться, хуя молиться, когда без духа, когда сам просто молишься, долго нельзя так, ну, я не могу терпеть так долго, вот, а понял, что, как бы, я не понимал мозгами, как это произошло, что произойдет, просто понял, что все хорошо, вот, значит, и просто благодарил Бога молился, потом приехала полиция, да, и они посмотрели место происшествия, ну, и для меня было еще, из их уст, еще одно подтверждение, они видели его транспортное средство, мотоцикл, не подлежавший восстановлению, ну, две тонны на скорости, мало не покажется, значит, и мотоцикл был не подлежавшим восстановлению, одним словом, видели, где тело его лежало, этого мальчика, тормозной путь, видели, мое транспортное средство, как говорится, одним словом, эти гаишники, они сразу говорят, батюшка, ну, это летальный свод, однозначно, а я говорил, что не в морг, а в реанимацию повезли, ну, поверьте, не первый год на дороге, знаю, вот, по всем предметам гаишным, это, у пацана шансов нету, одним словом, все, вот, это из их слов было, потом больница, в райцентре, потом уже в кабинет следователя, там уже стресс догонял, в кабинете следователя уже, вот, с моих слов было записано, все, что произошло, это происшествие, и вот здесь начались уже свидетельства, такие серьезные, для меня, значит, зашел врач скорой помощи, который с места происшествия забирал того пацана, и он, обращаясь, в моем присутствии, к следователю, он, значит, начал ему такие вещи говорить, что он человек неверующий, да, при чем здесь это, как бы, я так не, при чем здесь вообще это, вот, потом начал говорить следователю, не мне, а следователю, что говорит, значит, чертовщина какая-то произошла, говорит, оказывается, за тех 10-15 минут, что везли его с места происшествия до больницы, значит, он был полностью исцелен, полностью исцелен, поэтому врач говорит, чертовщина какая-то, потому что кровь оставалась свидетельством, что все это не приснилось, это все не показалось, это не было, как он сказал, так, массовая галлюцинация, это не была, как массовая галлюцинация, потому что кровь оставалась, проверили потом, мальчик кровь, нечая-то кровь, нечей-то кровь он вымыслался, это была его кровь, но как могла голова захлопнуться, расколотая, как арбуз, значит, да, кости срастись за 10-15 минут, бесшовно, потом проверяли, кожа сошлась, бесшовно, как будто не рвалась никогда даже кожа, ему когда кровь смыли, нашли ни царапинки, ничего, абсолютно, голова, как будто не ломалась никогда у него, а дальше больше, хирург, он был вообще в шоке, хотя он не видел, потому что видел скорой помощи врач, но он был еще больше в шоке, знаете, почему, потому что по ходу, когда раздевали мальчика, он сказал следующее, ну там они, врачи были более сдержаны, а вот младшим персонал, санитарки, медсестры были очень сильно эмоциональны, значит, рассказали следующее, эти санитарки, когда раздевали его, он сказал так, следующее, первое его впечатление о мальчике, что его переодели просто в чужую одежду, вот, потому что одежда подтверждала, что на нем должны быть следы повреждения, но под одеждой все было чисто, ни синяка, ни царапин, никаких там, то есть вообще ничего, тело было как будто бы совершенно другое, не с ДТП, вот, все шевелилось у него, работало, проверяли его, и по ходу его раздевания и осмотра тела, внешнего, вначале, врач этот скорой помощи, он вопросы задавал, ну и медсестры тоже там, проверить его состояние, как он отвечает, там проверяли реакцию его, отвечал адекватно, все нормально, как будто бы это вообще удивительно, и по ходу разговора, врач этого пацана узнал, и сказал, что ты лежал у нас хирургии уже, мальчик подтвердил все, он лежал в хирургии у них, с переломом, вот, значит, и связано было тоже с мотоциклом, падение там какое-то было с мотоциклом, у него был перелом, но зажило у него тогда хорошо, с первого раза все зажило, вот, и он снова ходил в школу, гонял на мотоциклах, но, дальше было следующее, когда делали проверяли ему кости, не только следы от новых переломов исчезли, бесследно, но и след от старого переломов исчез, и вот врач, поэтому этот хирург, был просто, ну, не просто удивлен, вообще, просто, ну, ну, для него это было разочарование, потому что он атеист, убежденный атеист, понимать, он не верил ни во что сверхъестественное, вот, а здесь надо было признать момент сверхъестественного, потом вечером уже были другие врачи, тех я уже не знал, уже не знакомился, уже не общался с ними, другие врачи делали еще там другие снимки, по новой все, повторные снимки подтвердили все верно, на самом деле, он полностью и снаружи, и внутри целый, кости, органы все, как будто никогда не ломалось, не разрывалось ничего у него, абсолютно целый, одна лишь проблема, врачи нашли лишь одну проблему, она им казалась не связана с ДТП, а я как раз понимаю на основании слова Божьего, что это как раз именно связано, не нашли в нем пищи, как будто он давно не ел уже, не просто день, два и три, а не ел давно уже, стали расспрашивать его так осторожно, когда ты ел в последний раз, он сказал, что утром хорошо позавтракал, потому что у него предполагался один прием пищи в день, ну там другие пацаны приехали, постарше уже, которые ребята, на мотоциклах, вот, они рассказали, что эти ребята, короче, они с разных сел, в тот день, в пятницу договорились, они сбегали со школы, короче, они в школу не пошли, они со своих сел, на мотоцикл, на мобедах, на чем могли, они съезжались в одно село, условленное место, и там они должны были гонять, и весь день, и вечер, и даже ночь, поэтому этот пацан, он хорошо позавтракал, судя, потому что он написал, что он сок он съел, он съел, как мужик здоровья съесть, то есть он поел очень хорошо, врачи спрашивают, и по ночному медсестрам спрашивают, а что типа мамы любят готовить, специально, думали брев, а вот не видели причину, но как бы специально, а что ты любишь кушать, а что ты не любишь кушать, так зубы заговаривали, а потом, а вчера ты ел, вчера, ну ел, значит, что ты ел, конкретно называй, ну тот и тот он там перечислял, а позавчера ты ел, ел, позавчера, то есть он не пропускал ни один день, ел каждый день несколько раз, а утром хорошо позавтракал, плотно, и вот здесь для врачей просто была немая сцена, у него в кишках ничего не было, как будто он не ел давно уже, он же не птица, знаете ли, стали спрашивать его, как у него не только стол, а и стул, ну мало ли у него сверхспособность какая-то, не знаю, индиво туалетный какой-то, не знаю, одним словом, что в нем не задерживается ничего, как бы, ну, а судя по тому, что он рассказал, у него было все обычно, как у людей, то есть у него не без эксцессов каких-то там, он же не птица, знаете, что не птица, что-то поеду, и наплевать ему, у него все естественно, но для врачей была загадка, куда все исчезло, и, ну ладно, это для меня было подтверждением, еще одно подтверждение, что он был воскрешен именно, воскрешен из мертвых, я помню, как меня Бог воскресил просто, в общем дело, когда я с себя заходил, в свои кишки, во все заходил, ну, одним словом, я был пуст, тоже, вот, я помню тот момент просто, вот, и у меня журкий аппетит такой пробудился, не потому, что даже перед тем я температурил, даже не поэтому, а вообще, надо было поесть, вот, и в Новом Завете тоже говорится, да, когда воскрешал Иисус, дайте, дайте поесть, у меня своя теория возникла, тогда думаю, может, Бог использует, как раз эти элементы для восстановления жизнедеятельности организма, не знаю, короче, одним словом, за что купил, зато продал, вот, но для меня это было еще одно подтверждение, я так расценил это тогда, да сейчас тоже думаю, вот, и после того, страх напал такой, хороший, божий страх напал и на следователей, и на этих СБУшников, там, этих милиционеров, этих, я вышел когда в коридор, с кабинета следователя, вышел в коридор, там стоял этот, капитан, этот, да и, Сергей Шкура, я с ним познакомился тогда, который был на месте, происшествия, которое мне как раз говорил, что батюшка, не вы первый, не вы последний, летальный исход однозначно, короче, ну там, ребятам говорил, шмурик, ну, точно, ну, судя по его транспортному средству, не подлежавшему восстановлению, получается, удар был, фактически, ну, чуть покрасательно, но, одним словом, мотоцикл поведен так, что, как бы, уже шансов не было на восстановление, а то, конечно, запчастики разобрать, а пацана, Бог собрал, какие-то минуты, вообще, и дальше, ну, проводили меня эти офицеры, как, не знаю, с таким почетом, как сверховный радостный, приехал бы к ним, депутат, наверное, всем, там, коллективом провожали, проводили меня, прям на машину, все, уезжайте, кататься, как бы, да, сейчас уже задним числом, я думаю, можно было как-то речь задеть, там, сказать, там, покайтесь, что-то еще, да, но, после драки уже кулаками не машут, значит, дорогая ложка к обеду, да, ну, ладно, тогда мне было, честно говоря, ни до того, ни до пробования, ни до чего, просто сел в машину, жена еще, там, кстати, интересно, жена, потом, долго еще болела, у нее колено повреждено было, где-то полгода еще болела, терапия дорогая была, восстановление, там, значит, очень дорогое лечение было, но самое интересное, от того пацана хоть бы что вообще, хотя бы след остался бы какой-то, ладно, и вот, когда ехали обратно в Киев, поехали домой, я пережил еще один стресс, хотя мне казалось, вот, для одного дня вот так вот, уже, стресса, больше, чем достаточно, вот, я слышал голос, голос, я не псих, я не слышу голосов, знаете ли, но у меня никогда не было такого, никогда в жизни вообще, ни до того, ни после того, уже прошло 16 лет, ничего такого не было у меня, близко даже, я слышал громкий голос, как будто в машине, я не люблю в машине громкую музыку, но когда, как будто резко включили громкую музыку, громко Бог говорит, я знал, что это Бог, это было громко, это, я думал далеко за машиной, это все слышно, но самое интересное, жена была со мной, она не спала, но как потом уже на другой не уже при разговоре узналась она как ничего не слышала хотя я полагал 100 процентов по умолчанию на все это слышит тоже она кажется ничего не слышали а потом переспрашиваю специального ремонтин может все-таки какой-то дополнительный шум хотя бы слегка какой-то шум дополнительно был ничего не слышал абсолютно то есть это так громкий голос который думал слышно далеко за машиной а как стопы лишь я слышу вообще не за она просто видела чего я не видел потрясающе ну ладно их представляется голос громкий голос за мне три раза один тот же вопрос голос звучал так только громко я не могу так даже сказать это вот говорится как шум во многих вода вот нечто напоминающий кстати да как старый еврей говорит мы тоже напоминает не передать таким колоритом таким я подозревал что он еврей кстати но не до такой степени я не ожидал вот настолько это потрогательно было но он говорит по русски и сказал так что он спрашивал меня ты это видел только громко я не мог ничего ему сказать абсолютно три раза одно и то же он спрашивал ты это видел и когда третий раз я что-то там промемлил вроде как да господи по моему так что-то сказал я и все я не мог ничего сказать абсолютно небо самому кто ответил на вопрос что же я видела у меня снова были вопросы а он вопросом на все мои вопросы отвечал вот три раза спросил меня и так не дождавшись моего какого-то ответа разумительного тот же самый голос также громко вот третий раз спросил меня и из почти сразу продолжил и сказал следующее вот так будет из церкви и все и больше ничего не слышал и вот до сегодня ничего не слышал и это был стресс не передать просто какой и насчет но после этого я ехал дальше еще далеко было до киева знаете ли само собой вспоминалось это были мои мысли это не положено голоса никакого абсолютно не тихим не внутри мысль одна и та же крутилась я есмь воскресенье десятки раз одно и то же я есмь воскресенье я есть воскресенье десятки раз одной ложи еду одно и тоже вспоминается и это из библии а потом дальше я есмь воскресенье и жизнь воскресенье и жизнь это же десятки раз одно и то же одно и то же я ни о чем не могу другом не могу думать просто и не хочу я только об этом думал и потом там поворота поездки в те вот эти кирпич черниковской трассы прямая на киев уже дальше вот эти кепти мне на всю жизнь запомнились съезжаю когда с этого поворота мысль продолжилась еще до съезда прямо на дороге прям я забыл все в деталях мысль продолжилась и верующий в меня даже если умрет оживёт интересно не совсем по синодальному переводу там нету даже если но вот мысль была вот такая ими на даже если и умрет оживет и потом ехал до самого киева еще долго довольно вот и одна и та же мысль одна и та же мысль я есть им воскресение и жизнь верующий меня если умрет оживет и уже когда вверх в город все прекратилось это воспоминания одного и того же текста я больше не вспоминал вот но с того момента на другой день уже рано утром и почти спали дети в повалку всех уснули вот значит мужа сонных это их таскали значит из машины вот ищет и мы же мы почти не спали рано утром с позаранка тоже встаем значит на кухню и под впечатлением просто делимся что же произошло вот здесь я узнаю что жена не слышал оказывается нового что увидела на виду ангела я ничего не видел я смотрел за дорогой я смотрел на дорогу я ничего не видел в упор она видела интересно почему-то кто-то видит кто-то слышит вот но интересно я поделился этим и утром я понял одну вещь в этом разговоре же но я понял ту вещь что я полностью исцелен внутри как служитель я как будто бы не было никого огорчения как будто не было никого расчарование в служении как будто не было никакого даже разговора с по своими помощниками с лидерами служителями вообще я пришел на служение к себе как будто вообще на как сгуся вода вообще как будто меня не касалось ничего я думаю что это не первым не думаю закрылась такая мысль но через несколько дней я в метро там лукьяновке я выхожу из метро он будет метро столкнулся с одним из главных обидчиков и у меня если по немного переговорил потом расстались он метро ушел а я вышел дальше на остановке утра римус на и проверяя свое сердце у меня ничего даже не колыхнулась не у нас ничего вот такого не бывает сам бы я никогда жизнь бы такой не смог бы реагировать вообще сто процентов то есть для меня было еще одно подтверждение что это было не просто эйфории какой-то первые дни что-то сильно бог совершил чудо такое знаете ли мне как фамина порой на просто потрогаешь убедиться на самом деле что это так оно и есть и когда с 2003 года после день когда спрашивать вы верите ли вот в реформацию православный цепь возможно ли она я говорю я понимаю что она невозможно что тогда я верю что она невозможно что сейчас я еще больше убеждаю что невозможно значит но оставшись старше установишься вообще понимаешь что это невозможно вообще абсолютно ничего но с другой стороны я за я знаю что это будет и это будет не потому что по нашему хотению по нашему велению насчет данных хотенью нет а потому что бог действительно как устами павла он говорил кефицианам помните встань спящий воскресни из мертвых и осветит тебя христос что действительно он спящий будет пробуждать он пробуждается и спящих мертвых воскрешать и осветит тебя христос церковь свою осветит он отделит для себя потрясающе в протестантском мире чаще всего лишь идет о пробуждении так оно и есть дамы и господа пробуждением многим заснули и души и целые церкви и направлении ветви христианство заснули их нужно пробудить но что касается православия бесполезно будить уже смерти души поэтому силы воскресенье будет воскреснут мертвые даже израиль в своей истории помните да в библии он напоминал однажды поле сухих хостей но даже в такой ситуации бог полон оптимизма вообще вновь наш он оптимист спасибо господу за все благоставляю вас дорогие друзья спасибо за внимание и благоставляю вас благословением священническим благословляю ваше служение ваш перелет и чтобы вы были благословением там за океаном вот эти эти этот месяц там предстоящем и их на вашей семье родным ближним вот и вам здесь тоже не унывать будьте благословены счастливы процветайте благословляет благословлять эту землю благословляя всех вас словами благословения священничества давайте встанем возглавленные и благословляю благословением как мы называем его аароновым благословением да из книги чисел 6 главы в конце 6 главы есть три стиха благословения который бог дал однажды моисею чтобы тот передал аарону и его сыновьям чтобы таким благословением благословляли сыновь израиля и бог говорит и я благословлю их я пою это благословение на русском языке и спою на еврейском языке еврейским я выучил только за то что им говорил сам машех сам мессия вот тем более что в словах этого благословения на еврейском языке очень много смысла некоторые слова это благословение на современном русском языке имеет 70 значений. Десятки предложений нужно успеть прочитать, чтобы весь смысл уразуметь. Одно из значений на благоставление следующее, чтобы Бог нам улыбался, чтобы Бог нам был благоставением, чтобы все сферы нашей жизни, духовные, душевные, материальные, все было благоставлено им. И так оно и есть. Отец, Бог наш и Царь, благослови народ свой миром, посети виноградник, насажденный Твоею рукою, и благослови виноград сей, великий виноградарь. Слава Тебе, Господь Бог Святой! Иисус Слава Тебя, Господь Бог Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Ты есть воскресение, и Ты есть жизнь наша. Ты есть воскресение, и Ты есть жизнь. Ты хочешь, чтобы все люди спаслись, и Ты хочешь, чтобы достигли познания истины. Те, кто спаслись, приняли Твой дар жизни, благодарю Тебя и благословляю Великое имя Твое в собрании святых, в собрании детей Твоих. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Благослови Господь, благослови Господь Киев, благослови Господь Украину, пусть здесь на берегах Днепра славится имя Господа Иисуса Христа, пусть Господь славится имя Твое, Боже, во всей нашей истрадавшейся планете. Благослови Израиля, благослови Иерусалим, Боже, во имя Христа Иисуса, благослови всю нашу истрадавшуюся землю, все народы, Боже, потому что вся тварь, все сотворенное Тобое стинает и учится, ожидая откровения сынов Твоих. И пусть откровением в народе Твоем будет, Господь, воскресением и жизнью, Боже, для всего сущего, для мира растительного, животного, а наипаче для человеческого рода. Благослови Господь по богатой своей милости, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты Богу, Святого и Божи. Аплодисменты Богу, Святого и Боже. Субтитры создавал DimaTorzok